Всем привет! В этом видео я вам хочу показать рецепт классного теста, на который клюет любая нервная рыба. Но в основном я на него ловил карася, плотву и леща. Тесто очень простое в изготовлении, но эффект из него максимум. Итак, погнали его готовить. Итак, тесто делается очень легко и быстро. Состоит всего лишь из трех компонентов. Первый компонент это геркулесовые хлопья. Их можно использовать в таком виде, но лучше перемолоть. Тогда тесто будет однороднее. Вот я перемолол. Можно любым удобным для вас способом перемолоть. Либо на мясородке, либо на кофемолке, либо блендером как-то. Как хотите. Возьмем две столовые ложки перемолотого геркулеса. И добавим в него теплое молоко. Немножко пролил, ничего страшного. Молоко можно подогреть в какой-либо металлической, может, кружке, чашке на газовой плите. Либо в микроволновке. Молока надо добавлять столько, чтобы немного не доходило до верха хлопьев. Такая вот жизненькая кашица у нас пока получилась. Пусть хлопья настоятся в нашем горячем молоке. Все оставляем минут на 5-10, чтобы у нас молоко впиталось в хлопья. Тесто замешивать, конечно, можно и на воде. Но когда замешиваем на молоке, эффект гораздо лучше. Итак, у нас прошло 10 минут. Молоко практически все впиталось в геркулес. И теперь добавим сюда одну ложку обычной манки. И теперь уже начинаем вымешивать наше тесто. В процессе вымешивания, если тесто получается слишком сухое, можно добавить еще молока. Если жидкое, то, естественно, добавляем манки. Это зависит от того, сколько вы налили молока. В дальнейшем тесто буду вымешивать руками. Так намного удобнее. Как мы видим, тесто еще липнет к рукам. Добавлю еще немного манки. Когда тесто будет нужной консистенцией, оно не будет липнуть к рукам. Если тесто у вас продолжает немножко липнуть к рукам, дайте им немножко настояться. Манка в себя впитает лишнюю влагу. Также в процессе вымешивания можно добавить какие-либо ароматизаторы. Если идем рыбачить на карася, то это, естественно, чеснок, мед, на леща кориандр и корица. Но карась и платва хорошо реагируют на это тесто и без всякой ароматики. Вот такое вот тесто у нас в итоге получилось. Мягкое, эластичное. Катаем вот такие шарики, одеваем на крючок и ловим рыбу. Это тесто очень хорошо держится на крючке. А кто сомневается, продержится ли это тесто или нет, можете воспользоваться специальной оснасткой для ловли на тесто. Ссылку на эти варианты оставлю внизу под видео. Заходите, смотрите. С такими вариантами можно ловить на тесто даже на дальний заброс. А главное, оно очень нравится рыбе. Всем советую попробовать это тесто. На рыбалку его, естественно, берем в салфановом пакете, чтобы оно не заветривалось. А если оно у вас немножко заветрится, то всегда его можно увлажнить и размешать при помощи воды из водоема. Тесто очень классное, результативное. Пробуйте, останетесь довольны. А те, кто уже пробовал данное тесто на рыбалке, пишите свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!